Привет! Это снова я узнали. У нас в Питере жара, 32 градуса. Сейчас уже ночь, но всё равно нахрен жарко. Поэтому я совершенно не накрашена, захреначилась хайлайтером, и пусть он вас отвлекает от того, что у меня мешки, круги и что там ещё. Сейчас будет большая жратва, потому что у нас в Питере открылся магазин, который называется «Мармеладная бочка». И там реально бочки, и реально мармелад. То есть суть магазина в самом названии. Ты заходишь, там стоят огромные бочки, наполненные мармеладом, но всё очень аккуратно, в том плане, что это не тот мармелад, который лежит в бочках, и его все трогают. Там сверху просто чуть-чуть так навалено, да, и он весь свежий. Меня это очень удивило. Он свежий. Брать надо самому, надев перчатку, в пакетик складывать. Цена на всё одна, 150 рублей за 100 грамм. Я набрала практически килограмм и сама того не заметила, в общем-то говоря, поэтому будьте аккуратны. Взяла на пробу всего разного. Сейчас будем просто надкусывать, да, всё не съем, но всё понадкусаю. Я расскажу вам, стоит оно того или нет. Начнём мы с яичницы. Мне кажется, это очень смешно. Это просто такой сливочный, мягкий мармелад. Очень мягкий, приятный. Дальше идёт акула. Огромный. Там есть большие, есть маленькие. Там миллиард разных-разных вариантов. Очень мягкий, приятный, свежий. Сокусок бубльгума. Вкусненько. Морковочка. Он ещё более мягкий, с ярко-выраженным апельсиновым вкусом. Интересно, а хвостик такой же? Нет. Хвостик просто очень кислый, но без апельсина. Спонсор данного видео – моя толстая жопа. Интересно, почему. Оглушка от Татьяны Хлопковой. Я кину ссылку на её инстаграм. На мой инстаграм, кто не подписался, кстати, да, тоже надо. Собака Макака Зел. Татьяна Хлопкова прекрасная. Три поросёнка пью каждый день. Обожаю. Так. Не буду. Там есть вот такие маршмеллоу мягенькие. Тоже всё очень свежее. Это очень свежий, мягкий маршмеллоу. Есть вот такие вот, которые посыпаны сверху сахаром мелким. Очень мягкая, приятная вот эта штука. Я, честно говоря, брала по формам, по цветам. Много разных. Здесь есть осьминожек. Давайте оторвём ему ножку. Хрен пойми, какого вкуса. Не понимаю. Но мягкий. Пусть семеножек отправляется к своим друзьям. Ну, естественно, там масса всяких разных червяков. Кстати, можно дегустировать прямо там. Но вода стоит дополнительно 45 рублей. То есть, если ты захочешь попить воды, она будет заплатить 45 рублей. В принципе, можно пожрать и там ничего не покупая. Какие ваши любимые вармеладки? Я вот люблю червяков и с вкусом кислым таким. Это что-то кока-кольное и очень кислое. Мне нравится. Меня интересует вот этот. Это перчик. Написано было, что он очень острый. Он и правда очень острый. Песец. Это реально очень острый красно-перцевый мармелад. И я боюсь, что дальше обзор пойдёт. Потому что я ничего не чувствую. У меня просто жжёт рот. Вот такие вот бомбошки. Очень-очень-очень мягкая. Кисленькая. Тоже какая-то как бы бульгумовая штука. Прикольно. Это что-то, я не знаю. А, это не жвачка. Я думала, это жвачка. Нет, это просто покрытая глазурью мармеладина. Или жвачка. Мармеладина вкусная. Лимонные бомбошки покрытые тоже глазурью твёрдой. Арахушки. И это правда лимонная. Лимонный мармелад. И внутри там, знаете, такие кристаллы, которые, когда жуёшь, становятся кислыми. Кислыми. Прикольно. И это жвачка. Да. Но я её проглочу. Моя дедушка в детстве говорила, что если глотать жвачки, то потом бульбу в пузыри надувать. Вот и проверим. Отпишусь потом в инстаграме. И ещё маршмеллки разноцветные. Ну, а здесь стандартные маршмеллы. Ещё осьминоможек. Есть покрытые вот таким вот... Я не знаю, как это назвать. Кулинарные катышки. Они очень приятно хрустят. Но это просто сладкий мармелад без сло. Миллиард разных вариантов мармеладных мишек. Мармеладные мишки, мне кажется, это классика просто мармелада. Оторвём-ка ему башку. Это вишня. Очень насыщенный вкус. Прикольно. Прикольно сегодня слово дня, видимо. Косточки. Клубничные косточки. Косточки несчастных клубник. Для любителей странненького есть... Инопланетянин. Назовём её Алёшенька. Это такой взбитый... Видите, он с двух сторон разный. Такой взбитый. Мармелад со вкусом фейри. Ну, странненько, но ничего. Морковочки. Что ещё есть? Лимончики. Лимончики тоже покрыты сахаром. И они не лимонные вообще. Просто сладкая, чуть кисловатая. Нет. Вот это второй раз не куплю. Разнообразные червяки. И я очень хотела попробовать вот эти вот кислые ленты. Это кислые ленты разных цветов. Я взяла разных-разных-разных. Для, знаете, это лайфхак. Можно набрать больше, если вы будете брать мармелад, который меньше весит. Вот они прям разные-разные. Я попробую одну синебелую. Нет. Синий-красную. Приятный, тоже мягкий. Кислый. Как я люблю. Круть. Вот эти ленты топчик. Также для любителей странных форм там есть сахарные лягушки. В Гарри Поттере же были бы шоколадные лягушки, да? А это красные и сахарные. А еще у нее вместо головы кажется головкой тлена. Извините. Ммм. Это мягчайший в сахаре мармелад. Знаете, такой очень похож на классический мармелад, который, правда, вот не жевательный, а просто мягкий. Очень легко жуется и тает во рту. Также есть лягушки вот такие вот натуралистичные для биологов. Оторвем ей лапку, пожалуй. У нас будет французский ужин. Она тоже такая взбитая наполовину. Вкус сливочно-яблочный. Вполне, кстати. И очень мягкая. Синий маршмеллоу. Которые, вот, красивенькие. Но они на вкус все знаковые. Мишки есть также обсыпанные сахаром. Нет. Вот обсыпанные сахаром, мишки, они уже твердые и неприкольные. Маршмеллоу, маршмеллоу, маршмеллоу. Есть вот такие закрученные маршмеллоу. Улиточки. Разноцветные улитки. Мне, честно говоря, интересно, что у нее в панцире. Поэтому я вскрою ей панцирь. Ммм. Это так прикольно. Я столько это слов, наверное, никогда в жизни не говорила. У нее внутри кровавая жижа. Кровавая жижа со вкусом кислой клубники. Очень здорово. И сама улитка очень нежная. Еще одна лягушка. Акулы. Акуля. Помните, у Матранга такая песня есть? Инопланетянин. И Ишинка. Там есть еще вот такой прикольный мячик. Футбольный. Он в упаковке. Это все фирма Тролли. Там, по-моему, Тролли и Харибо. Насколько я поняла. Давайте вскроем мячик и посмотрим, что там. О! Мячик практически жидкий. Боже, это так вкусно. Это вкусно и химозно. Он очень-очень мягкий. Безумно взбитый мармелад. А внутри у него жидкий прям центр. И он прям жидкий. Круть. Мячики. А таз как вкусно. Большие косточки. Половинка белая, половинка красная. Это подгнившая вишня. Да, не вкусно. Разные чави. Куриточки. Красненькая. Синенькую я уже пробовала. Сейчас попробую красненькую такую. Сливочная. Кажется, клубничная. Ничего. Также я взяла несколько козьих какашек. Они маленькие, вот такие разноцветные. Ты их прям берешь, не выбирая цвет. Ну, по вкусу примерно, как и по виду. Но я люблю вот эту вот твердую оболочку. Она вкусная. Также есть маленькие такие же оранжевые. По-моему, это называется Бун Бин Бузл. Буз Бин Билл. Причем, вот эти вот бобы желейные. Джелли Бин. Джелли Бин, вот. Ням-ням-ням-ням-ням. Неужели я съела все, что купила? Тут у меня остались еще несколько разного цвета медведей. Я их не буду сейчас пробовать. Куча вот этих вот маленьких вот бобов. Крупные бобы тоже покрытые твердой оболочкой. Несколько лимончиков тоже тверденьких и апельсинчиков. Перчики, которые триндец. Я не знаю, что я с ними буду делать. Недведи в неограниченном количестве. Ну и, в общем-то, тут все, что уже я попробовала. Что мне есть сказать? Это интересно. Мне кажется, что запустить туда ребенка и сказать ему, бери, короче, пакет. 150 рублей за 100 грамм это... Ну вот я взяла вот такой пакет у меня получился. Там был килограмм. Вот так. С одной стороны, это дорого. С другой стороны, я взрослый человек. Могу себе позволить, в общем, тратить деньги на что хочу. Хочу на пирожные. Хочу на вот это вот. Это все очень свежее. Это все разнопланово вкусное. Можно выбрать, что хочешь. И мне понравился такой формат. Я ощутилась ребенком, и мне понравилось. Это гораздо больше, чем вот в призме, кажется, у нас стоят такие тоже, где можно накладывать. Там всегда все сушеное и невкусное. Здесь свежее. И тут приятно еще то, что ты набирая, можешь потрогать рукой, свежая или нет продукция. То есть, если что-то показалось не очень свежим, можно это не брать. В общем-то, вот так. Вы любите жевательный мармелад? Я люблю. Я пойду сейчас, наверное, и сажу все сразу. И умру. Всего вам хорошего. Пока-пока.